Имя нашего земляка Абдурахима Мавлонова знакомо практически каждому в нашем городе. И не только в нем. На его доме в поселке Теракли висит табличка с гордой надписью «Здесь живет герой Второй мировой войны», ветеран труда Республики Узбекистан Абдурахим Мавлонов. В этом году одному из освободителей Белорусской республики от немецко-фашистских захватчиков исполняется 101 год. А когда-то молодым юношей он был отправлен на службу в Российскую Федерацию. Сначала в Краснодарский край, а затем в Беларусь, где 22-летний парень составил ряды Красной Армии в качестве стрелка противовоздушной обороны 1-го Белорусского фронта. Затем вернулся на родину. Всю свою жизнь живет в этом доме со своей огромной, крепкой и дружной семьей. Слово «огромное» без абсолютного преувеличения подходит для этой семьи. Со своей женой, бывающей Буреевой, Абдурахим Бобо прожил счастливую семейную жизнь. Его супруга подарила ему семь прекрасных детей, а все семейное древо Мавлоновых насчитывает 67 внуков, 105 правнуков и более 10 проправнуков. Пожалуй, семья – самая главная, но не единственная гордость в жизни Абдурахима Бобо. За его отвагу и смелость, за самоотверженность и непреклонность перед любыми испытаниями, которые бросают человеку страшная Великая Отечественная война, в Республике Беларусь долгожители из Узбекистана особенно чтят и неоднократно выражают ему свое признание и благодарность. Очередной медаль в знак огромного признания и уважения за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Абдурахиму Бобо вручили 19 марта. Разрешите, мы сейчас вручим именно эту юбилейную медаль, которая указом президента Республики Беларусь была выпущена в честь ознаменования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Ей награждаются только лица, которые принимали непосредственное участие в освобождении Республики Беларусь и в боях за свободу независимости нашей республики. Для этой цели в небольшой поселок Блисал-Малыка прибыли представители белорусского посольства во главе с чрезвычайным уполномоченным послом Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонидом Адамовичем Мариничем. Мы сегодня здесь в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, который освобождал Республику Беларусь. Сегодня такое знаменательное событие. Ему вручили медаль в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Согласно указу президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, данной наградой медалью награждаются лица, которые принимали непосредственно участие в освобождении территории Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Нам приятно, что ветеран, долгожитель, что ему уже исполнилось 101 год и мы ему желаем еще многих-многих лет жизни и чтобы те дни, которые он провел на фронтах, фронтовых сражений, остались далеко-далеко историей, чтобы больше никогда ни его внукам, ни правнукам не пришлось воевать и принимать участие в боевых действиях. Мы очень благодарны всем узбекам, которые освобождали территорию Республики Беларусь, которые погибли, сложив свои головы за ее свободу и за освобождение. Поэтому мы сегодня низко преклоняем голову перед ветеранами Великой Отечественной войны, которые сегодня с нами и тех, которых с нами нет. Помимо представителей белорусского посольства, поздравить героя Второй мировой войны с 75-летием со дня освобождения Беларуси прибыли и представители алмалыкского хакимиата во главе с хакимом города Усмоном Рахимовым. Собравшиеся гости пожелали Абдурахиму Бобо крепкого здоровья, огромного и неиссякаемого запаса сил. Телеканал УКМК-ТВ присоединяется к этим поздравлениям и искренне от всей души желает Абдурахиму Бобо, чтобы его главная горлость в жизни, его большая дружная семья радовала его каждый день. И пусть в его душе царит счастье. Продолжение следует...